Привет, я Анимэджик. Наконец-то я решила, хватит тянуть, мы обязаны уже снять обзор кухни, потому что я столько времени вам это обещаю. Если вам понравится и вы захотите обзоры других помещений, такие же подробные, ставьте лайк на это видео, голосуйте в вопросики и, конечно же, пишите свои комментарии, потому что мне всегда интересно их почитать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые новые видео. Но сначала, как я и обещала, я объявлю победителя конкурса на бесплатную путевку в элитный вокально-театральный лагерь «Звучи» в Сочи, где буду я в трех сменах. Первое, что я хочу сказать, это то, что участников было 3000, и вы все безумно творческие, талантливые, креативные, и выбрать крайне сложно. Это было очень трудно, в несколько этапов организаторы и я отбирали людей, но выбирать пришлось, осталось 10 человек, а не 10 финалистов, они примерно все одинаковы по своему творческому проявлению. Это было очень сложно, но победитель выбран. Я сейчас его озвучу. Второе, это то, что не обязательно было хорошо уметь петь или хорошо танцевать, быть профессионалом своего дела. Этому вас и так будут учить в лагере «Звучи». Но нужно было проявить свое усердие, свое желание, свою творческую нотку, всю свою харизму. Когда вы смотрите какого-то артиста, вот кто-то у вас просто ровно, а кто-то вызывает какое-то вот внутри, сжимается все, ощущение какое-то вот такое. И выбиралось именно вот так, а не по каким-то данным. Там, красивый, умеет петь или умеет танцевать. И третье, и самое важное, что я хочу до вас донести, это то, что не нужно расстраиваться. Мэджики, сила, мэджики не сдаются. Не нужно никого ругать, винить или что-то такое, потому что я думаю, что вселенная все видит, она все решает, там все продумано. И вот эта вселенная ткнула в человека по имени Матвей Наговицын. Матвей, поздравляю тебя, ты победил, и у тебя есть просто шикарная возможность начать свой путь в шоу-бизнес. Поехать в лагерь, звучи, и мы с тобой там увидимся. Поздравляю, а остальные, пожалуйста, не расстраивайтесь, иначе я буду плакать вместе с вами. Мэджики не сдаются, и тем более у вас еще есть возможность забронировать путевку в лагерь. Я ссылку оставлю внизу в описании. Расскажите родителям, вдруг они захотят исполнить вашу мечту, потому что там, в этом лагере, буду не только я рассказывать какие-то мастер-классы о том, как собрать свои миллионы подписчиков, как зарабатывать на ютубе, как стать блогером, но и будет куча крутых звездных наставников, каждый в своей сфере, которые будут преподавать вам. Это шанс вот реально выйти в шоу-бизнес, начать свой звездный творческий путь и кем-то в этом деле стать. Более того, вы будете жить в Сочи, в Роза Хутор. Это просто, я считаю, очень круто, отель Роза Вилледж. Обязательно расскажите родителям и покажите сайт, что там будет, потому что там будет нечто невероятное, а в конце концов, вы еще и мюзикл будете ставить. Возвращаемся, наконец-то, к нашей кухне. Ну, во-первых, это вот эти вот светильники над большим островом. И вся кухня, по сути, представляет собой вот этот вот огромный остров, вот эти вот лампочки, красивые окна. Кстати, про окна, вы уж простите, нам пришлось выбирать. Либо пересвет здесь, либо белые вот такие вот окна, хотя они не такие. Да, слишком светлый дом, очень много окон и часто бывает такое, что на фоне у меня пересветы. Извините. Холодильник и там вот, если вы посмотрите, колонны такие две и внутри есть еще помещение. Мы туда попадем, и я объясню, что там такое. Короче, вся, по сути, кухня у нас находится, большая ее часть, в этом острове. Размером он в длину 2,70, а вот здесь в ширину 1,40 метра. То есть он большой, и это была одна из мечт, потому что все-таки мы здесь собираемся прожить долгую и счастливую жизнь. И хотелось, чтобы места было много. Это, наверное, первый раз в жизни, когда я... Недавно приезжали гости, и я готовилась здесь. Наконец-то у меня места настолько много, что не надо все бесконечно переставлять. Я просто хожу по острову вдоль всего него и могу делать что угодно, раскладывать что угодно, и мне всегда хватает места. Это просто самая, наверное, большая радость. Хотелось сделать так, чтобы кухня не была кухней. И это ответ на вопрос очень многих людей в комментариях, знакомых моих. Где верхние шкафы в кухне, если это кухня? Их нет, и они не планировались. Если бы так было, что холодильник стоит так, верхние шкафы, у них посуда, здесь небольшая столешница, придарательная, то это выглядело бы как кухня. Здесь планируются банные стулья, которые мы до сих пор не купили, поэтому тут пока что просто лесенка из Икеи для завтраков. Но, конечно же, здесь они будут стоять. И что в шкафах? Я обещала изначально показывать и рассказывать вам, что именно везде в шкафах, как мы все обустроили внутри. Вот такая выезжающая штука. Она очень узенькая, такой шкафчик. И сейчас в основном здесь хранятся какие-то либо запасы, либо вазочки высокие, что-то такое. Две больших полки, они сделаны специально для дизайна. Это книжки, связанные именно с кулинарией, со всякими рецептами. А еще у меня есть такая фишка. Мы теперь каждый раз, когда едем в какую-нибудь страну, покупаем книгу, связанную с кухней этой страны. Вот, например, я была на день рождения в Испании, и там мы купили вот такую книжку про тапасы, испанские запуски. Книжка по тайским рецептам. Тайская кухня одна из моих любимых. У меня вообще, если честно, была идея здесь снимать какой-нибудь кулинарный канал. Еще один шкафчик. Он открывается просто нажатием, не выезжает. Тут стоят какие-то графинчики, чайнички, вазочки. Что-то вроде вот такого. Кстати, вот это вот старинная вещь. То есть мы стремимся как бы сочетать разные времена, разные стили, и мне это очень нравится. Вот, например, здесь старинная такая вот вазочка-подставочка. Она 50-х годов, купленная несколько лет назад на Авито. Кстати, вот эту шишечку кто-то из подписчиков прислал мне. И вот такой вот при этом салатник, глянцевый, белый, в языке. Здесь у нас два уезжающих шкафа больших. Они в основном у нас используются для хранения каких-то таких нечасто используемых вещей. Формочки для запекания лежат, какие-то контейнеры для хранения, старинные вазочки для украшения стола, когда накрываешь его. А в этом ящичке, например, такие всякие салфеточки, прихваточки, скатерти. Тоже для накрывания стола, тоже формочки для запекания, хранения. Кстати, вот в Икеа недавно мы купили вот такие вот очень классные контейнеры для хранения. Мне они безумно нравятся. Они стеклянные, причем стекло такое плотное прям. И у них такие бамбуковые крышечки на силиконе или на резиночках, которые плотно очень закрываются. И у нас их несколько, вы их потом где-нибудь еще заметите. Они мне прям очень нравятся. Они чисто такие вот скандинавские и стильные. Вот эта вот штучка, например, для соуса, это соусник такой. Он вообще 19 века. То есть настолько он старенький. Мне нравится именно, что мы собираем посуду вот таким вот образом. Не просто пошли там все, купили в одном каком-то магазине и все. Но в основном, конечно же, у нас все из Икеи. Вот это не шкаф. Это фальш-панель. То есть здесь ничего нет. Это не крышка, оно никак не открывается. А сделано это для того, чтобы в острове вот с этой стороны были шкафы. Они же занимают место, они сюда заходят. И вот здесь они уже открываются. Как раз вот это пространство занято вот этими выезжающими шкафами. Еще один смешной момент. Здесь есть ручка, здесь ручки нет. И так везде. Все потому, что у нас делается все очень долго. Ручки это вот такие металлические длинные. Они тоже из Икеи. И выглядят они вот так, когда закрыты шкафы. И мне именно хотелось, чтобы они тоже выглядели так стильно, дизайнерско и не сильно заметно. То есть не были какие-то прям такие две ручки или что-то такое. Ну вот как раз возвращаясь к Икеи, почему я люблю Икею. Потому что там, во-первых, всегда можно купить за раз все сразу. Во-вторых, там все в одном стиле. И мне этот стиль очень нравится. Вот этот скандинавский европейский стиль. Простое. Четкие формы. Однотонное что-то такое. Кстати, тоже в Икеи я купила вот такую подставку для тарелок, чтобы попробовать. И мне очень понравилось, что тарелки стоят здесь в высоту. Это экономит вот это пространство высокое, чем когда они стоят вот так. Либо их должно быть очень много. И поэтому я решила купить еще несколько таких штучек, чтобы все остальные тарелки тоже на них поставить. Но это будет позже. Здесь большие вот такие тарелки. Тут тоже как раз тарелочки из Икеи. Вот эти очень мне тарелочки нравятся. Из новогодней икейской коллекции. Таких больше тарелочек у них не будет. Они очень классные. Ну, а вот в этом верхнем шкафу, как раз из-за того, что нет ручек, приходится сейчас его открывать снизу. Здесь пока что лежит вот всякая такая мелочь. Пиалки, соусники, какие-то тарелочки. Вот пара салатников здесь. Вот такие, кстати, тоже из Икеи. Темно-серый и белый. Блюдечки какие-то. Я обожаю вот эти блюдца. Они тоже икейские. Но, не знаю, мне очень нравится их форма. Особенно вот эти вот серые. И это к теме цвета. Мне нравится, чтобы посуда была однотонная какая-то. Я не люблю вот всякие цветы, вот эти узоры. Чем более однородно смотрится посуда, тем мне комфортнее. У меня вообще есть какие-то галочки такие, что вот все должно быть разложено. Что все желательно, чтобы было одного цвета. Почему-то вот я себя так спокойнее чувствую. Тревожность у меня снижается. Но здесь пока не до конца все продумано. Потому что я, когда мы планировали кухню, какие-то вещи ты до конца продумать не можешь. И вот мы здесь сделали такой вот длинный ящик узкий, в который тоже положили вот эти бамбуковые штучки из Икеи. Здесь сложены вилки, ложки, ножи, как вы видите. Здесь все по отделениям. Тоже прям как я люблю. И я поняла, что вот тут можно было сделать еще один, учитывая, чтобы сэкономить пространство. То есть я за то, чтобы все функционально очень использовалось. И если бы здесь был еще один ящичек, он бы пригодился для чего-то. Возможно, туда можно было положить вот эти очень классные, мне они безумно нравятся, тарелочки. Что-то плоское, чтобы здесь эта высота, как сейчас, не терялась. И возможно, мы это сделаем, но позже. По поводу ножей, билок и ложек. Мы постарались везде в этих узких шкафах, вот здесь тоже, сделать вот эти вот разделители. Потому что это безумно удобно, реально функционально, реально комфортно. Коллекция лопаточек разных. Они все старинные, все собирались постепенно. Здесь тоже в основном старинные приборы. Вот эта вот штука мне очень нравится, она безумно удобная, когда ты накладываешь салат. Я просто ее обожаю. Но также есть и современные приборы. Вот эти вообще приехали из Таиланда, были куплены в Таиланде. Но они современные. Вот эти вот палочки для суши, роллов, ну вообще для японской, китайской кухни, они в Камбодже были куплены. Вот эту вот вилочку с рогом вот таким вот старинную. И вот эту вот штучку нам подарили в Англии, когда мы были. В общем, все собрано. И мне очень нравится, что оно вот так вот лежит, распределено. Вот это верхние ящички тоненькие, они вот так вот закрываются. Здесь в этом ящике, он, как вы видите, поуже, чем этот, лежат сковородки. Это очень удобно, потому что плита находится вот здесь. И ты, соответственно, открываешь вот этот шкафчик, берешь там сковородку и все. В этом шкафчике есть еще один шкафчик сверху. И здесь лежат такие приборы, ну ножики какие-то, которыми реже пользуемся. Тоже старинный набор. Здесь тоже ящичек. Он мне тоже очень нравится, потому что это была моя одна из меч, чтобы в ящике в отдельном стояли всякие соусы и масла. Это прям, прям вот вообще это то, что я очень люблю. Во-первых, это тоже удобно. Ты быстренько открываешь, когда здесь готовишь, берешь что-то и пользуешься. Но если тебе хочется, чтобы у тебя было под рукой все, ты просто берешь вот такую корзинку. Она тоже языки, не бамбуковая корзиночка, в которой лежит то, чем мы пользуемся постоянно для готовки. Ставишь ее сюда себе, попользовался и убираешь также вот сюда. Ну, не буду показывать вам масла какие-то, я не думаю, что это очень интересно. Хотя, может быть, кому-нибудь было бы интересно заглянуть в еду. Что мы кушаем, где у нас что лежит. Потому что, как вы видите, вот здесь стоит холодильник. И я не буду ему показывать, что у него внутри. Но это холодильник мечты, я уже это говорила. Он очень большой, просторный, в нем столько всего влазит в него. Если вы захотите, я сделаю отдельные обзоры каких-то именно вещей. Типа, что внутри у нас холодильника, какими продуктами мы пользуемся, что мы кушаем и так далее. Вот такие вот штучки. Это мы купили, я тоже мечтала всегда о них. Они работают вот так. Я сейчас покажу на мусоре чуть-чуть. Нажимаешь на кнопочку, тут сыпется перец, а тут соль. Они электрические, на батарейках и все. И все. Единственный их минус, который реально бесит, что когда ты вот что-то уже насыпал, и потом их убираешь вот сюда, все равно остатки какие-то высыпаются. И здесь в этом ящике, вот видите, у них есть подставочки там, но в этом ящике все равно часто образовывается мусор какой-то вот от этого перца и этой соли. Здесь тоже нет ручки до сих пор, хотя она здесь должна быть вот такая же ручка, как вот на этом шкафу. Мы просто не докупили их еще. Тут она тоже будет, и открываться это будет намного проще. Но сейчас приходится открывать вот так. Мусорка организована тоже по икейскому методу. Здесь раз, два, три, три вот таких вот коробочки. Один большой контейнер с мусоркой, он вот с такими вот ручками, то есть ты можешь просто реально пойти и вынести мусор. Во мне совмещаются абсолютно два противоположных человека. Первое, это все должно быть разложено. Второе, если бардак, то бардак везде. Вот так у меня происходит. Киска Алиска очень часто лежит вот здесь на подоконнике. Здесь сделан специально под высоким, очень высоким, высоким окном. Такой вот подоконник для сидения. С этой стороны, раз уж мы сюда пришли, мы еще вернемся на ту сторону, что за холодильником, потому что там тоже продолжение кухни. Тоже фальш-панель. Несмотря на то, что здесь сделана такая щель, это тоже для дизайна, чтобы продолжить вот это вот как бы разделение в кухне. То есть это боковые стенки тех шкафов, которые мы открывали. Открываем вот здесь внизу у нас. В основном то, что используется именно для готовки. Так как тут плита, хотелось, чтобы кастрюли, крышки, вот такое все было очень близко к плите. В общем, тут вот такие прихваточки. Желень не греть, Валерка. Подставка для крышек. Я тоже ее купила в Икеа и решила попробовать. Как же это будет удобно, насколько это будет удобно. Я бы не сказала, что это суперудобно. И в этом шкафу, в принципе, логично. Все под плитой электрической. Я расскажу, почему электрическая. Здесь приправы. Все, чем мы пользуемся для готовки. Кстати, вот этот набор вот этих вот прикольненьких таких приборов для готовки. Мне они очень нравятся. Такая деревяшечка и силиконовая темно-серая штучка. Эти приборы мы купили вообще. Я купила на Алиэкспрессе. Алиэкспрессе 1200 рублей за 9 предметов. По-моему, это вообще нормально по любым ценам. Здесь приправки самые разные. Здесь вот такие вот разделители. Они разделяют, чтобы это было комфортнее и удобнее всем этим пользоваться. Возможно, вот это все тоже разъедется по каким-то баночкам. Потому что я люблю, когда все в баночках. Но, как я сказала, мы еще все не до конца закончили. И если вам будет интересно, я буду продолжать. Если мы будем делать какие-то покупки, показывать их, рассказывать еще, что купили. Кстати, здесь тоже такой есть верхний ящичек. Тоже с разделителем вот этим буквом. Кстати, тут вот эта цельная вот такая коробка. А в других местах иногда приходилось собирать по одной, по две ставить. Почему электрическая? Потому что за всю свою жизнь, сколько, где бы мы ни были, у нас везде были плиты с газом. Газовые плиты. Да, газ дешевле. Если мы сюда проведем газ, это будет дешевле, чем пользоваться электрической плитой. Но, блин, я за столько лет, я заколебалась реально их отмывать. Вот эти вот газовые плиты. Вот эти штуки, которые постоянно нужно где-то в кипятке как-то тереть щетками и так далее. С этой плитой проблем вообще никаких нет. Ты просто протер ее чем-то, если что-то растеклось, тоже вытер, помыл и все нормально. Ну и по дизайну, мне кажется, что она под остров подходит больше. Как вы заметили, здесь еще два больших окна. Вот здесь у нас вот такой вот цвет, подсветочка. Ее можно шевелить в разные стороны. И иногда вечером комфортнее просто подойти, попить водички и включить вот этот свет, чем включать какой-то другой. Про свет сразу скажу. Я, по-моему, в ролике, когда я просто показывала дом, я рассказывала про свет. Но вот здесь у нас выключатели. Они, возможно, так реагируют на рабочих. Возможно, я вам расскажу о том, что мы будем делать дальше. Вот здесь выключатели. Они включают вот эти три лампочки. Можно регулировать, например, выключить эту лампочку. Или оставить только эту. Вечером это очень прикольно смотрится, когда горит только эта лампочка. Также здесь есть свет вот в той части кухни, куда мы еще дойдем. Цветочек вот такой вот на подставочке из сланца. Каменная такая подставка. На ней стоят масло и уксус, которые приехали из Испании, из Барселоны. Они очень красивые, вот такие квадратненькие. Поэтому я ими до сих пор не пользуюсь. Не знаю, есть ли у вас такая галочка. У меня она есть. Здесь, когда тебе что-то очень-очень нравится внешне, ты не можешь начать этим пользоваться. Ты просто ставишь и любуешься, и не пользуешься этим. Здесь такие стеклянные штучки, в которых часто лежат какие-нибудь орешки, вкусняшки. Когда люди приходят, снеки типа, гости приходят. Мы стоим вот так, как сейчас, прям с вами болтаем. Они стоят там. Они очень часто у людей с манера стоять и что-нибудь здесь жевать. Посудомойка. Посудомойка, в которой мы моем посуду. Это не ручка, эта штучка приехала с Алиэкспресса недавно. Это такая металлическая вешалочка для полотенца. Вот здесь берешь полотенечко, что-то там вытер, и вот сюда можешь повесить. Но это не постоянно, потому что в итоге здесь будет такая же ручка, когда мы их наконец-то докупим эти ручки. Тут в основном все такое для мытья посуды. Чтобы это не хранилось здесь, как принято очень часто в кухнях, вот здесь губки лежат, еще что-то, оно все лежит внутри, под раковиной. Такой вот небольшой лайфхак. То есть в вазочках отдельно лежат губки, чтобы они здесь мокрые, не валялись, тряпочки. Все здесь сохнет, лежит здесь и нигде не светит, не мешает. Потому что это тоже к теме того, чтобы ничего лишнего нигде не было и не портило внешний дизайн и вид. С этой стороны, кстати, на подоконниках мы их еще не доделали. Их нужно еще пошкурить, покрасить, лаком покрыть. Вот такая вот, например, корзиночка с полотенчиками, вазочка, елочка, кофейничек. То есть такое декоративно, но все-таки функциональный подоконник. Вот здесь тоже самое, на этом подоконнике какие-то вот такие вот декорашечки стоят, такая вот красота. А вот тут у нас кофейная станция, как я это называю. Здесь продолжение столешницы. Если вы присмотритесь, столешница здесь как бы заворачивает без всяких швов, без ничего. Она просто заворачивает вот сюда. На кофейной станции у нас такой подносик. Здесь сахар в таких вот баночках, кофе, трубочки для тех, кто любит кофе пить из трубочки. Просто для красоты такая кофемолочка. Ну, кстати, она рабочая, в ней можно молоть кофе. Такие гранатики. Они символ Турции, гранат. И они приехали из Стамбула. Здесь у нас чайник электрический стоит. Стаканчик с водой. Потому что я много пью воды. И у нас здесь, кстати, в кране есть штучка вот такая вот для фильтрованной воды отдельная. И вот такая штука для мытья. Коробочка для чайных пакетиков. Это тоже для любителей все раскладывать по местам. Раковина, кстати, здесь не металлическая, как вы видите. Это искусственный гранит. Мне нравится в Икеа вот эта вот штучка. Может быть, не только в Икеа. Есть вот эти кругляшки, которые закрывают слив. И таким образом делают еще более минималистичную картинку в раковине. Пока вы с той стороны, я вам покажу то, что находится здесь. Здесь тоже вот это, кстати, те баночки, которые я вам показала, только другой формы. И вот этот вот орех, я его просто обожаю. Пинет, арахис. Пинет, сказала. Это вот такая ваза. Она внутри белая, глянцевая. В нее можно складывать фрукты. Да, вообще, что угодно складывать. Она очень прикольной формы. Половинки арахисовой шкарлупки. Кстати, эта баночка, она вот так вообще закрывается. И тоже можно в ней что-нибудь хранить. Прикольно выглядит. Но пока что здесь стоит вот такая веточка красивая. Ножи. Эта штука мне тоже очень нравится по удобству. Если вы посмотрите, на самом деле куча маленьких, тоненьких таких вот черненьких веточек, палочек. Я не знаю, из чего оно сделано. Но это прикольно выглядит. Тоже стильно. И ножи туда втыкаются вот таким вот образом. Вот так вот входят туда. Вот эта вот часть под кофейной станцией. Здесь есть две двери. Они открываются. И мы попадаем в место для хранения чашечек, кружечек, стаканчиков. Вот это стоит фильтр для воды. Он должен, по сути, вот туда заехать. И здесь мы планируем сделать полочку. Потому что по опыту стало понятно, что вот это пространство высокое. Оно не очень удобно, потому что оно, по сути, теряется. И стакан, и вот эти вот стакан в стакане. Мне это не нравится. Поэтому нужно сделать какое-то разделение, чтобы расставить. Здесь стоят такие вот креманочки. Можно, например, мороженое в них кушать. Какие-нибудь десертики делать творожные, как я люблю. Вот такие здесь штучки для жульена, к примеру, запекать в них. То есть тоже все такое. Вот стаканчики в основном, кружечки какие-то. Большая часть посуды вот этой именно кружечной из Икеи. Если вы следите за какими-то дизайнерами интерьеров, лазите в Пинтересте или где-нибудь, может, в Инстаграме, вы видели, возможно, такие штуки, которые называются плодовые. И чаще всего это какая-то дверь, в которую ты заходишь, и там хранятся всякие продукты, баночки, еще что-нибудь, техника какая-то. И у нас был план делать именно такую штуку. То есть, по сути, здесь должна была быть дверь, ты заходишь. В холодильник есть, то есть мы можем его двигать. Он может выехать вот сюда, и это достаточно легко происходит. Но в основном мы так его, конечно, не выдвигаем. Хозяйственная часть кухни, в которой мы как раз храним что-то, хранение, в которой происходят такие процессы готовки, которые не хочешь, например, делать там. Тостер. Вот он стоит здесь, ты здесь сделал хлебушек себе и пошел кушать его туда. И это не стоит прямо на лице, на кухне, ты это делаешь не там. Кстати, здесь тоже есть шкафы. Это единственное место, где есть верхние шкафы. Вот, например, один верхний шкафчик. Ну, тут просто хранятся какие-то, вот, например, овсяночка, чаек, мука, какие-то вот такие баночки. А вот эта вот идея как раз была взята из... С одной из картинок. Здесь хранятся доски. Это супер реально удобная штука, когда есть какой-то шкаф вот именно с такими полками, где хранятся вот так вот всякие досочки. Ну, да, духовка, просто духовка. В этих четырех шкафах просто пока что хранится что-то, чем мы тоже не очень часто пользуемся. Какие-то контейнеры, какая-то посудка, полотенчики, то есть, ну, что-то такое, мелочи кухонные. Здесь тоже есть такой верхний шкафчик с разделителями. И здесь тоже, например, трубочки какие-нибудь, что-то для выпекания, пленка, фольга, какие-то палочки. Ну, в общем, для готовки то, чем ты пользуешься далеко не каждый день. И вот тут у нас хранится техника. Мы к ней вернемся позже. Детали от разных техник. Они разделены вот так по контейнерам. Здесь надо будет еще что-то придумать. Здесь вот такой вот ящичек, в котором хранятся салфеточки. А с этой стороны такая рабочая тоже зона. И вот здесь мы планируем сделать полки. Не шкафы, а полки, на которых будут храниться вот эти банки. Почему такая идея вообще возникла? Потому что мы поняли, что вот здесь, когда стоят банки, это не очень удобно. А сюда будет удобнее положить то, что здесь. Здесь у нас очень много разной техники. Она вся вот в этих шкафах хранится. Самая разная для всего, чего только можно. Ее очень много, и некоторые из нее даже не распакованы. Именно поэтому она лежит до сих пор в пленке. Поэтому, ребят, если вам будет интересно обзор именно техники, то есть что мы купили, для чего, чего у нас только нет. И оно все интересное такое, что мне было бы очень хотелось с вами поделиться. Поэтому я надеюсь, что вам тоже будет интересно. Голосуйте в вопросики, пишите комментарии, ставьте лайк. И я пойму, что вы хотите такой полный обзор, что, как мы, чем пользуемся для готовки. В общем, техника лежит вот здесь, и у нас возникла мысль перетащить ее отсюда вот сюда, потому что мы ей пользуемся далеко не каждый день. А вот эти банки, наоборот, со всякими крупами, орешками, макарошками, изюмчиком и чем-нибудь, переложить вот сюда на полочки. И здесь будут вот такие вот полки. Возможно, они будут такие широкие, мощные, деревянные, может быть, нет. Но в любом случае, они здесь будут, и банки переедут туда. И мне кажется, это будет очень классно смотреться, если хотите, когда мы закончим этот процесс. Я вам покажу. Не знаю, насколько быстро это случится. Вот. Здесь такая вот рабочая поверхность. Мне тоже это нравится, потому что ты реально оттуда заходишь сюда, не мешая там людям, гостям. Или даже если просто не хочешь там на острове свинячить, например, сок выжимаешь или блендером что-то такое делаешь, что, может, капли, брызги и так далее, можно делать это здесь. Конечно же, я очень часто делаю это там, на острове, но иногда можно пользоваться и этой частью. Здесь тоже вот такие вот баночки. Кстати, обожаю эти длинные, большие банки, в которых можно сложить спагетти. А-а-а! Просто вообще мечта идиота! Здесь тоже такая вот корзиночка, в ней лежат какие-то хрустики, снеки, какие-то орешки. Здесь корзиночка, в которой лежит лук, например, потому что я поняла, что хранить лук очень удобно в этих штуках, потому что они дышат. А за ними стоят тоже вот такие вот штучки, в которых тоже хранятся какие-нибудь орешки, ягодки сушеные. А вот это вот сверху я прям очень хочу вам показать. Это для мороженого. Только что пришло с Алиэкспресса. Ты сюда заливаешь, например, сок или, ну, из чего ты хочешь сделать мороженое. Закрываешь это, вот так это выглядит, такие эскимошечки. И вставляешь вот сюда в дырочки, потом палочки. И когда у тебя уже все готово, ты просто слегка нагреваешь это, достаешь, и у тебя мороженое на палочке. Мне кажется, это прикольно. Я очень хочу попробовать это сделать. Но у нас есть еще и мороженец от вот этого вот огромного комбайна. В ней тоже можно делать мороженое. Вот это просто супер вещь. Я с ума схожу от него. Чего он только не делает. Вы не можете представить, он даже режет. Может, для кого-то это будет банально звучать, но для меня это безумная радость. Вот я на моя собака пришла. Он режет Оливье кубиками. Ну, Оливье, я сказала, потому что мы Оливье на Новый год очень много делали. Он режет кубиками. Вот эта вот часть, она тоже еще не закончена настолько, что даже если вы посмотрите, здесь нет плинтуса. И там вот эта вся техника, которую ты реально можешь там достать, включить, использовать. И здесь заниматься своими делами, не загромождая остров тут. Не доставая здесь из ящиков эти все комбайны. Там стоит тебе мультиварочка, варит кашку тебе с утра. Ты просто туда зайдешь, все возьмешь. И как бы вся, ну, грязь, если можно так сказать в кавычках, или техника уже в боеготовности находится там, а не здесь. И меня это очень радует, что мы переделали, передули наш проект. Кстати, мы кушаем вот тут, как вы поняли все. Или за столом в гостиной, а Юрич, иди сюда. А песики кушают в отдельном... Я так исчезла из кадра. Песики кушают в отдельном помещении, и киска Алиска тоже. И если вам будет интересно, я покажу где, потому что там тоже есть что показать, как мы все там организовали. Вообще, если честно, я запрещаю киске Алиске лазить здесь по острову, но здесь можно что-либо запретить. Я вот встала с утра сегодня, а здесь такие лапы грязные, потому что она где-то ходила по улице, и потом вот здесь прошлась. Если вы хотите продолжения обзора всего остального, ванной, гардеробной, каких-то шкафов, что у нас, где, обзор техники и так далее, ставьте лайки, пишите свои комментарии, переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Увидимся скоро в новых видео!